С какими вопросами к вам можно обращаться? Шансы есть. Полушутку, полусерьезную. Принимайте решение. Все, они ушли. У нас разговоры без галстка. Бизнес бизнесу тоже рознь. Льготы достаточно сложно выбивать. Какие у вас ощущения? Не совсем позитивные. Я общался на зоне. В угол. Он в теме. Немножко не в теме. Это отличная тема. Шармин Михайлович, добрый вечер, во-первых. Салям. Спасибо за то, что нашли в вашем напряженном графике время. Поговорить с нами, пообщаться. С конца прошлого года, когда я общался с министрами, с предпринимателями, все говорили о том, что год будет тяжелый, год будет напряженный. 19-й имеется в виду. И сейчас коллегии начались. Вот только что вы приехали с коллегии на наше Министерство экономики и промышленности. Какие у вас ощущения? Сегодня, во-первых, были две коллегии. Коллегии Министерства сельского хозяйства и коллегии совместной Минэкономики и Министерства промышленности. Но ощущения такие, прямо скажу, противоречивые. С одной стороны, продолжаются вроде итоги года неплохие. Напряженный был. Республика, ну, плотно поработала. С другой стороны, на этих коллегиях есть и Министерства сельскохозяйства, более остро говоря о проблемах и что предстоит достичь. То на коллегии совместной экономики и промышленности самое забойное выступление это было президента Министерства, который все мягко, но достаточно жестко все точки расставил. А так, ощущение такое, как будто чиновники живут в своей жизни, а производство в своей жизни. А производство предпринимателей живут в своей жизни. Понимаете, тут ведь как, вот выступал Титов. Ну, хорошо все говорил, но не очень убедительно, никаких предложений. Выступал замминистра экономики, Министерства промышленности. Они все-таки немножко живут оторванно от реальности. Причем потому что острые вопросы. Кредиты, поддержка производства, административное давление. Все это плюс те меры, которые вырабатываются правительством и лично, допустим, президентом Путином, они не всегда срабатывают. Все институты развития как-то действуют разобщенно, к сожалению. Поэтому противоречивость. С другой стороны, несмотря на сложные условия, в прошлом году республика сработала здорово в этих условиях. Поэтому шансы есть, что в 2019 году что-то может быть более позитивное. Но хотя будет очень год тяжелый. Торгово-промышленная палата Торгово-промышленная палата какую лепту вносит в экономическое развитие республики? С какими вопросами к вам можно обращаться? Как вы помогаете малому и среднему бизнесу, промышленникам, производителям нашим? Во-первых, нужно сказать, что институт торгово-промышленных палат существует больше 400 лет в мире. У нас в России палата создана была первым указом Керенского, временного правительства. Потом это долго дело шло. Была одна система советская, потом российская возразилась. Больше 100 лет уже, да, на территории России? На территории России. Сложность в чем какая? Что палаты, эти объединения самостоятельные, добровольные. Действует в рамках закона о торгово-промышленных палатах, где оно не связано с государством. Не отвечает по обязанным государству, и государство не уходит. Наша задача поддерживать бизнес свой, поддерживать своих производителей. Есть ряд функций, которые даны правительством, законом. Это сертификация, экспертиза, содействие внешнеэкономической деятельности. Но при этом палате не даны никакие ресурсы. Понимаете, мы не получаем бюджета ни копейки. Ни наша палата, ни другие палаты. Но центральная палата, ей указом Ельцина, собственно, центр международной торговли, экспоцентр и прочее. Поэтому нам приходится опираться на членскую базу, на членский взнос. При этом только обращение в прошлом году больше 3000 было официальных палат. Только у меня на приеме было почти 522 предпринимателей по разным вопросам. Мы входим в зрители и коллеги. Надо сказать, что в нашей республике немножко лучше отношение к системе палат, чем в ряде других регионов. По крайней мере, мы участвуем в более 87 разных общественных советах, рабочих группах. Если есть те вопросы, которые реальны, мы всегда можем донести. Много разных примеров привести можно было, когда мы помогли с налогами на имущество, кип-мастер и прочее. Это куча разных вопросов ежедневных. И сейчас, говоришь, хвалится. Вот палата то делал, палата то, мне просто не пристало. Шавелик Рахимович, начнем с того, что вас президент постоянно включает в состав делегации, когда он выезжает за рубеж, встречаться с партнерами нашими. У вас график очень напряженный же в выезде. Вы представляете интересы наших предпринимателей. Видите, мы плотно работаем со всей системой, не только российской, но и международных палат. Торг-предами – это большая невидная работа, которая идет по продвижению имиджа республики. Столько, сколько Татарстан делает для имиджа России, особенно в исламском мире, это очень много. Эти вещи порой замалчиваются. Ряд регионов очень с завистью относится к той деятельности, которую делает Татарстан. Лично Миниханов. Потому что исламский мир уже очень сложно. С Западом работать. Представляете, нас очень хорошо принимают фактически все страны Европы. Те же англичане, когда с таким делегацией в прошлом году приезжал, приезжал с таким настроем. Когда побыли несколько дней, посмотрели, увидели, что с нами можно работать. То же самое Германия, то же самое Чехия, то же самое Франция, Венгрия. Со всеми нужно работать, особенно на региональном уровне. И работать надо с конкретным бизнесом. В этом отношении роль палат не оценим, я вам прямо скажу. Вы помогаете наладить личностные контакты. И это тоже. Выводите одних предпринимателей на других. Тут ведь как идет. Вот с теми же самыми турками. Были сложные отношения с Турцией. Помните его период? Мы все-таки добились сохранения отношений. Сейчас контакты продолжаются, развиваются. Сейчас президент тех турецких палат собирается в конце апреля опять тоже к нам приехать. Сейчас другие вещи. Наша задача везде договариваться. Шамиль Альхимович, а скажите, как я общался на зоне с Тимуром Шагивалеевым. Он так, ну полушутку, полусерьезную, скорее серьезную, что главный фактор успеха привлечения инвестиций нашей – это наш президент. Как он проводит переговоры? Как он общается с партнерами? Почему он настолько уважаем и принят в разных странах – исламских, европейских? Во-первых, вы же были на переговорах с ним. Это большая традиция, которая заложена в Татарстан. Татарстан даже в период Советского Союза несколько отличался от других регионов. Дальше. Традиции, заложенные первым президентом Татарстана, в Шаймеевом. Контакты. А что надо отдать должное Рустаму Нагалевичу? Это исключительно работоспособность и конкретные встречи, конкретные на предприятиях, вхождение в тему. И главное, после этого любой протокол идет в дорожные карты. То есть не просто встретились, поговорили, а дальше. Вот мы только за прошлый год около 28 поручений имели от проекта, от президента, которые нужно отрабатывать. Через нас прошло в прошлом году около 128 разных миссий и делегаций. Более 18 послов разных стран прошло. Это ведь с каждыми надо заниматься, с каждыми надо встречаться. То есть это технология работы? Встретились, поговорили, записали, контроль. Не только встретились, подготовка к этой встрече, затем проработка вопросов. А после тоже, как результат протокола, если это интересно, и доведение до конца. Это не так просто. Вот недавно я на прошлой неделе был с президентом Российской палаты Катырина в Финляндии. С нами занимался посол, и там в воздухе были визиты недавнего нашего Рустама Наргалевича. Все шли по тем, и по постам президента Финайр, мы с ним четко говорили, и студостроительной компании, и по мусоро-развигающим заводам. И везде был след предыдущей делегации, и то, что какие-то договоренности были у Рустама Наргалевича. Но удается реализовывать какие-то вещи? Не все полностью, прямо скажем. Потому что идет все равно влияние санкций, живо оно будет так есть. Это не так все просто. Санкции. Потому что влияние прессы, вы знаете, там тоже подверг, даже все же самые немцы. Так говорят, а потом, говорят, вы об этом не говорите. Мы это если будем, то... А, то есть мы будем плохо выглядеть в глазах своей прессы, да? Так все просто. Вы знаете, упрощать воздействие санкций нельзя. Санкции все равно действуют, негативный эффект. Другое дело, как их обернуть в свою пользу, вот это другое. А для этого нужно искусство. Как? Не всегда таким вот искусством мы обладаем. Это не все так просто. Но нам в режиме санкций в 2018 год относительно удалось даже привлечь инвестиции какие-то? В 2019 как бы? Но меньше. Сейчас надо больше работать над тем, чтобы больше стоих инвестиций было. А для этого надо повернуть и Центральный банк, и Сбербанк. И сейчас фактически вот средних банков практически серьезных не остается. Почему? Чтобы банкиры могли только через производство зарабатывать, а не через обслуживание населения. Смотрите, из года в год органы власти рапортует об увеличении количества субъектов малого-среднего предпринимательства. Вы чувствуете это, что у нас идет увеличение количества? У меня лично, вот я скажу, один друг занимался там электрику, что-то делал, второй друг краской какой-то. Все, они ушли и не работают больше в бизнесе. Вы знаете, статистика вещь такая лукавая. Общий фон пока, общее настроение, я с вами согласен, не совсем позитивный. Вы понимаете, вот так получается, что у нас все-таки поворота к малому и среднему бизнесу большого нет. Все стопорится на том месте. Большая отчетность, большое административное давление в целом по России у нас тоже. Недоступность кредитов, еще раз подчеркиваю. Вот так, слишком много полномочий забрал на себя федеральный центр. Соответственно, меньше полномочий у региональных, а не забирают его муниципальных. Получается, если муниципалитет не заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса, это сложно. Сегодня, выступая на коллеге, Рустанович подчеркнул, вот по самозаметным мы договоримся так, чтобы больше средств шли в муниципалитеты, чтобы они были заинтересованы. И потом так, вот аппарат, то есть административный, силовой, он все-таки как-то все равно негативно настроен. Не удается пока это переломить. А почему? У них, что ли, идет план какой-то по наполнению бюджета? Я об этом не знаю, но общий фон пока не улучшается. Вот мы над этим бьемся, занимаемся, ставим вопрос. Вот сейчас вот эта гильотина, которую озвучил еще Медведев, но меня удивляет, правительство говорит, ну давайте так, руководитель правительства, принимайте решение, сокращайте вот это негативное воздействие, сокращайте, принимайте такие решения. Вместо этого одно выходит, то платон, то еще что-то. То есть нагрузка на бизнес не падает. И потом получается, народ-то это ощущает, плюс вот то, что вы говорили, и платежеспособные падают, и фонд. Поэтому сейчас, как вам сказать, вот переломный момент. И наша задача, и торгово-промышленный палат, и там и опоры, и прочее, больше доказывать региональным властям, центральным властям, как нужно повернуться к бизнесу, особенно к производительному. Как вы с Нагумановым Тимуром общаетесь, взаимодополняете друг друга, помогаете? Он же те же задачи, по сути, решает, что вы... Вы знаете, тут как идет, вот бизнес и поддержка предприятия, такое многообразное дело, что здесь всем есть место, у нас нет никаких пересечений, имеется в виду толкновение интересов там. Они занимаются тем, чем в какой-то степени все мы должны заниматься. Нам главное почувствовать, вот вы понимаете ранее, чтобы каждая глава, каждое мунистуальное образование почувствовало, что нужно поддерживать свой бизнес. Вот сейчас подготовка идет к туалете Татарстана. В числе инициаторов были мы торгово-промышленный палат. И мы сейчас вместе с мунистуалами пытаемся так, чтобы каждом поселении что-то сделали для бизнеса и бизнес сделал для поселения. Много разных направлений. Больше внимания к людям нужно тем, кто занимается бизнесом. Непосредственно. Потому что они не только себя кормят, дают рабочие места. Вот это всем доказать, это самое главное, наша задача. Палаты, Нугманов, всех остальных. И это только объединенно можно делать. Бизнес бизнесу тоже рознь. Бизнес там на обналии, бизнес на уходе от налогов. Вы знаете, это не бизнес. Опять-таки, знаете, все-таки есть, как была спекуляция, там прочее. Мы рассчитываем, в первую очередь, на то, кто производит. И будем говорить, оказывать реальные услуги. IT-услуги, другие услуги, транспортные и так далее. То-то реально трудово сделано. А не таком-таком на эфир. Знаете, это большая разница. А то бизнес-бизнес. Все привыкли, словом, бизнесом бросаться. Хорошо, крупники наши. Как вы им помогаете? Как взаимодействуете с ними? Как вы отбируете их интересы? Они все члены нашей палаты. У нас есть система палат, есть международный коммерческий арбитраж. Есть третийский суд по внутренним делам. Есть контакты, которые на крупников так же самое выходят. Поэтому мы взаимодействуем и с тем же самым КАМАЗом, и с той же там, и с нефтью, и с группой ТАИФ, и с нежрекам с нефтью и так далее. Потому что есть поручениям правительства. Несколько заключений мы делаем по участию в тендерах. По нескольким постановлениям. Особые темы. Поэтому где-то должны нам доказать, что произведено в России. Только после этого могут участвовать в тендерах. Это непростой вопрос. Поэтому у нас взаимодействие есть с ними. Нормальное деловое взаимодействие. А вот если касается отрасли. Ваши отношения к прошедшему госсовету здесь, который буквально вчера у нас был, и к тем решениям, которые будут приняты. И вообще сама строительная отрасль, которая оказалась в сложной ситуации в связи с законами новыми. Ну вы знаете, строительные отрасли фактически вначале загнали в угол. Это когда, я вспоминаю, когда жаловался Лужков, что вот в Москве, там, то, да, не знаю. Сами принимали разных ограничений. И сейчас мы сейчас разлет и уходим. Другое дело, что линия президента Путина направлена. Что никто не должен быть обманут. Но в какой форме это пойдет? Здесь вот сейчас вот это рассмотрение. И, кстати, надо дать должное, этот госсовет, вот заседание по прессе, прошел, конечно, очень продуктивно. Колоссальная подготовительная работа была, которую рабочая группа у нас татарстанская провела. Были поставлены острые вопросы. Вы знаете, сейчас, как будет решение, разные варианты были предложены. Если только за счет банковских кредитов, они должны быть реальные. То есть, уменьшены. Если этого не будет, ничего не получится. Здесь все зависит от отношений. Потому что, с одной стороны, тоже Греф говорит. Да, надо поддерживать ипотеку, а сам повышать процентную ставку. Понимаете? Ну вот ты сказал, ну сделал, опусти ее. Чьи интересы борются вокруг строительного рынка? Вы знаете, вокруг строительного борются много интересов. Мне вспоминается, как у нас было непонимание в свое время с Минтий Шарифчем у ассоциации промпредприятий. Мы когда налог на ветвое жилье вводили. И надо дать должное, нас пригласил Минтий Шарифч и убедил, что развиваясь строительство, мы развиваем весь бизнес. Сопутствующий и прочее. Он нас убедил, спокойно, тихонечко. И в этом отношении за строительный бизнес очень много идет. Понимаете, это потребность жилья, особенно для молодежи. После этого развитие мебельной промышленности и все остальное и так далее. Поэтому все взаимосвязано. Я думаю, что решения после госсовета, который придет в Татарстане, будут правильные. Нет, окажется. Потому что настрой президента Путина был такой, в глубине этого вопроса. Он в теме, глубоко погружен. Самое интересное, что нагруза от правительства может немножко не в теме. Хорошо. У нас в Татарстане, как вы оцените работу со средним малым бизнесом, с тем, что президент делает? Помните, вот сейчас же еженедельно отчитываются главы, как они бизнес в районах развивают. Вообще вот эта выстроенная система, она помогает или нет? Вообще, я бы не хотел никаких оценок давать. Оценки должны давать сами предприниматели, а не мы. Как их оценки будут, так и будут. Поэтому можно систему выстроить. Все, в итоге результат дает. Поэтому мы же увидим, что оценит предприниматель сами по итогам года. В 2019 году, да, или по итогам 2018. Экспорт. У нас много предприятий, которые работают на экспорт? Или это только крупники? Нет, вы знаете, не только крупники. Вот, допустим, не так давно мы проводили вместе с Министерством экономики конкурс экспортеров среди малого бизнеса. Вот полный зал здесь был, в палате. Есть предприятия, которые в 46 стран поставляют. Больше ста предприятий малого бизнеса в этом конкурсе участвуют. Я вам скажу, что им нужно помогать. Есть, активно они занимаются. И в сельском хозяйстве. Вы знаете, в сельском хозяйстве наша продукция поставляется в 46 стран мира. Вот даже тот же маслоэкстратный завод больше, чем в 10 стран поставляет. Включая Иран, Египет. Малый бизнес. То же самое, Радар, другие. Уникальные некоторые небольшие вещи поставляют. Другое дело, их помогать надо как? Что поддержка экспорта, мы этим пытались заниматься, она как-то размыта. Те, будем говорить так, льготы достаточно сложно выбивать. Вот поэтому хотелось бы, чтобы мы понимали, что экспортный рубль, он другой. Весомость больше, когда поставлено на экспорт. И в этом отношении, я думаю, что та национальная программа, тот указ Путина есть по поддержке экспорта, он, наверное, сыграет свою роль. Наша задача более активно помогать участию в выставках, продвижении продукции. И нужна конкурентоспособная продукция, чтобы мы знали баланс, что поставлять в регионы соседние, что дальние зарубежья, что ближние зарубежья. Вот здесь нам в палате торгово-промышленной палаты предстоит очень много поработать. И это непосредственно будет наша задача на этот год. Александр Архимович, вот 20... Сколько лет история о торгово-промышленной палате Татарстана? Ну, уже 27 лет. Вы практически у истоков стояли. Какие проблемы вы тогда решали и какие сейчас? В чем разница и в чем схожесть? Вот будете смеяться, я поднял... Вчера как раз в день рождения было Хакима у Рафаэля. И у меня есть его брошюра, где наши статьи 20 лет тому назад. Проблемы предпринимательства. Убирая дату, все остается почти то же самое. Я в кейсе ее принесу, прочитаю, я хочу это глазами закрывать. То есть ситуация идет такая. Мы за вот эти годы в поддержке предпринимательства серьезно не сдвинулись. Особенно мало идет. Где-то даже зажались. Где-то больше отчеты пошли. Сейчас любая организация может штрафовать. И вот одни штрафы. Но работать на предупреждение, работать и на помощь. В этом отношении у меня был хороший знакомый, замминистра Австрии Справедрии. Он говорит, чем Шамиль отличается у вас, чиновники, от нашего? Мы, говорит, все крутимся вокруг бизнеса, вокруг предпринимателей. А у вас наоборот. Ведь палата я создал еще Наполеон в Европе, для того, чтобы между бизнесом и властью была прослойка. Чтобы власть не занималась бизнесом, а бизнес не занимался властью. Бизнес не лез во власть. Вот в этом отношении даже Наполеон создал вот такие вещи. Поэтому этот вопрос, знаете, такой тонкий и все равно у нас голос предпринимательства общества не всегда слышится. Это непростой вопрос. Надо от этого не расстраиваться, находить формы, методы и отражать интерес предпринимателей. У нас еще и предприниматели не привыкли. Когда им тяжело, они объединяются, приходят в палаты. Как только этот раз, все хорошо, им уже ничего не надо. Ну, такой менталитет российский. А бывает все хорошо? Вы же говорите, все плохо, задавцы. Или спокойные годы бывают? Ну, вы знаете, у кого-то бывает хорошо. Есть разные структуры, аффилируют и так далее. Это такая тема. Вот у нас разговоры без галстка. Сейчас практически в России вести бизнес с какой-то поддержкой очень сложно. Понятно. То есть это и на российском уровне, и на татарстанском? И на любом районном. Жалуются многие предприниматели, что доступ к льготам каким-то недоступный. По линии там сельского хозяйства, по линии поддержки со стороны Минэкономики. Целую там заговор раскрыли, сеть сейчас судит, да, по поводу льготных кредитов. Вот эту ситуацию вы как оцениваете? Вопрос, он интересный. Вот я вспоминаю даже, когда строил молодежный центр. Будущий к терапову конкурсом. Вот есть лимиты, их дашь или тому, кому ты их дашь? Есть и конкурс двое, одно дело. Как вот это выбрать? Это настолько тонкая штуковина. Где-то от личных связей, где-то от того, что в коня корм. Когда льготы идут какие-то, я категорически вообще против. Или должны льготы всем дать. Вот занимаешься ты жилищным строительством. Все, кто занимается жилищным строительством, допустим, арендным жильем, должны получать льготы. Занимаешься ты народными промыслами. А если из них когда выбирать, вот 10 выставок, это сразу идет элемент выбора. Коррупционный элемент появляется. Совершенно. Вот у нас, кстати, завтра будет большой круглый стол вместе с аппаратом президента, как раз по антикоррупции. Потому что Российская палата провела уже пятый эксперимент. 85 тысяч предпринимателей были опрошены. За что? За лицейн, за прочее. Вот мы все эти вопросы будем разбирать. По крайней мере, в России сейчас обстановка, ну, не сказал бы, чтобы что-то изменилось. То, что вы видите, все имеет место. Хорошо. Ну, а как равно удалить компанию и сделать это, то, что, как Наполеон говорит, да, бизнес от власти отделить? А вы знаете, нигде в мире пока не удалось отделить бизнес-то власть. Ведь вот такие вещи есть. Никуда ты это не денешься. Другое дело, что прозрачность, публичность, это первая гласность, как еще в перестройку ходил. Когда все публично, торги, видно там прочее. Но при этом закон налоговатериально, а то получается, себестоимость 5 рублей, кто-то выигрывает тендер за рубль, ну, невозможно такие действия, ну, такие законы. И получается, на рубль ничего не сделаешь. Поэтому получается... Или сделаешь тяп-ляп, потом это все... То, в том-то и дело. Мы когда, например, вчера показывали, дом построили, а там плесень, там прочее. Ну, таких условий поставлены были. Хорошо. Он с этого рубля еще откат дает, там, 10-20 копеек, да? Не знаю, как будет. Вот так и пользуется. Сложность какая? Что мы должны отталкиваться от реальности жизни. Нельзя ничего приукрашивать. Как только приукрашенный идет, нельзя чем-то хвалиться. А реальная жизнь такая, она достаточно сложная. Для развития бизнеса условия непростые. Но, тем не менее, были и худшие условия. Первое. Что мы должны знать, для чего мы существуем. Должны знать четкость нашей национальной стратегии. И в то же время мы не должны выпячивать что-то. Понимаете? Вот получается, что нам нужно уметь дружить со всем миром. Уметь договариваться. А для этого нужны торгово-промышленные палаты. Это отличная тема. Хорошо, Шевеллифович, спасибо. Я бы с вами разговаривал, разговаривал еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.